В Алматы завершился чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу, жиму штанги лёжа и становой тяги. Спортсмены со всей страны боролись за звание лучшего и за путёвки на чемпионат мира. Подробнее о зрелищном состязании в спортивном обзоре Максима Козлова. Соревнования по пауэрлифтингу всегда сопровождаются громкой музыкой, обилием магнезии и запахом ментола. Спортсмены используют ментол, содержащий мази для разогрева мышц. Нередко на разминке можно увидеть хорошо утеплённых атлетов. Когда ты разминаешься, мышцы не остывали, держать их нужно постоянно в тепле. Поэтому перед выступлением стараешься не снимать. Иногда спортсмен, который на тренировках поднимает запредельные веса на соревновательном помосте, не справляется и с долей того, что может выполнить. Здесь складывается много факторов. Понимаете, повлияние такое вид спорта, где идёт борьба с железом. В первую очередь с железом, во вторую очередь с самим собой. Многое здесь зависит от тренера, как он настроит спортсмена, какие-то правильные установки. Для новичков мой совет – ни о чём не думать. Спокойненько выходить и работать как у себя дома, то есть как в спортзале. Пауэрлифтинг – это троеборье. Жим лёжа, приседания со штангой и становая тяга побеждает спортсмен, набравший большую сумму. Пауэрлифтинг – очень травмоопасный вид спорта. Зачастую спортсмены поднимают веса, которые превышают их собственный больше, чем в два раза. Этот турнир – борьба за путёвки на Чемпионат мира. Кстати, на мировой арене спортсмены из Казахстана являются одними из сильнейших. Ни один чемпионат не обходится без призовых мест. Около 15 регионов мы насчитали, приехали. Это сильнейшие атлеты своих городов. И, соответственно, уже к концу года, это ближе к декабрю, конец ноября, будет Чемпионат мира. Будем проходить в Москве. И ребята сейчас проверят свои силы и будут уже пристреливаться к Чемпионату мира. На выполнение упражнения даётся одна минута. Всего у атлета три попытки. За выполнением тщательно следят судьи. У каждого на помосте своя роль. Разный ракурс. Потому что одно колено у человека может вставиться, а второе нет. И поэтому боковой судья, то есть один увидит, другой может не увидеть. Ну и опять же, там движение переднего судья может не увидеть, что колено вставили. Поэтому три точки с действием. Подобные чемпионаты на уровне страны – своего рода контрольная проверка навыков и умений. На таких соревнованиях важно не просто поднять вес и обойти соперника. Нужно делать всё правильно. Правильно выходить, правильно понимать команды главного судьи, показывать красивую технику. Ведь именно она – лицо и спортсмена, и тренера. Мы стараемся специально воспитывать спортсменов на Чемпионате Казахстана нашей республики страны так, чтобы он на мире был идеально подготовлен. На мировых турнирах очень жесточайшие требования. Перед соревнованиями спортсмены придерживаются особой диеты и упорно тренируются. Важно удержаться в своей весовой категории и не выйти из неё. Максим Козлов, Рошадин Якупов, телеканал Алматы.